Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хаван. Я вас приветствую на канале Процветок. Я очень люблю выращивать томаты. Они многообразны, разнообразны по форме плодов, по цвету, по вкусу, по всему остальному. Но томаты являются довольно-таки капризулями. И одна из больших проблем, с которыми уже все, ну, многие начали сталкиваться, это жара в теплице и скручивание листочков в трубочку. Вот есть два типа скручивания листочков в трубочку. Они могут скручиваться в трубочку. Вверх, ну, я пожертвую, жалко отрывать листочек, ну, что делать? Я пожертвую листочком. Вот они могут скручиваться вот так вот в трубочку. И это скручивание от жары. А могут скручиваться вот так вот, как бы ложечкой такой, да? То есть вот так вот подкручиваться. Это совершенно-совершенно другие причины есть для такого скручивания. Так вот, если они у вас скручиваются вверх, когда вы видите вот эту нижнюю сторону листа, это означает, что томаты ваши испытали стресс от жары и от сухости воздуха. Жара и сухость воздуха, действующие одновременно, приводят к такой вот деформации листьев. Такие листья перестают функционировать нормально, и они только мешают потом растению, их можно постепенно снизу удалять, это хороший способ для того, чтобы улучшить вентиляцию проветривания. Бывалые огородники про это все хорошо знают. Но что же сделать, если у вас стоит жара, и вам надо предотвратить вот такую раннюю порчу вот этих вот листьев? Ну, есть разные способы. Конечно, притенять можно, да, с панбондиком притенить, можно лить воду на поверхность, надо, чтобы растения были хорошо политы и так далее. Можно делать меловые обработки, чтобы уменьшать попадание света на листья. Но есть еще один замечательный способ. Вообще, хорошими исследованиями показано, что кремний, соединения кремния, значительно увеличивают жаростойкость растений и повышают их устойчивость к жаре. Листья, обработанные кремнием, могут выдерживать температуру на 5-6 градусов выше. То есть вот эта разница между тем, как листики у томата скрутились, вот еще на 5-6 градусов выше. Ну, согласитесь, есть разница 25 или 30 градусов, 30 или 35, 35 или 40 градусов. Вот этот порог иногда является очень критичным для томатов, поэтому обработка кремниевыми соединениями бывает очень-очень полезна для томатов. Где же взять кремниевые соединения? Все очень просто. Берете жидкое натриевое стекло, берете жидкий силикатный клей, ну, наверное, уже не выпускается, но вдруг у кого-то есть. Берете чайную ложечку этого самого жидкого стекла или клея, вводите в раствор и опрыскиваете вашим растением. Чайная ложечка на 10 литров. Вот эта самая кремниевая кислота очень-очень поможет вам в том, чтобы предотвратить вот такое скручивание листочков. Могу сказать так, что вы можете добавлять эту чайную ложечку буквально в каждую листовую подкормку, если вы их практикуете. Вы можете добавлять ее в растворы, содержащие сенную палочку, псевдомонат, триходерму, другие биологические препараты. Только ни в коем случае не соединяйте эти силикаты с препаратами меди, железа, а также кальция. Во всех остальных случаях просто возьмите себе за правило чайная ложечка на ведро воды и обрабатывайте. Это будет очень хороший способ увеличить жаростойкость ваших растений и предотвратить многие неприятности, также связанные с плохим ростом растений, плохой завязываемостью и плохим нарастанием плодов. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!